Почему бесполезно заключать договор аренды жилья? Чтобы договор об аренде квартиры смог защитить и хозяина, и съемщика, он должен обязательно содержать критически важные пункты. При этом надеяться на типовой договор, скачанный из интернета, не стоит. Всем привет! Меня зовут Евгений Корсакин, я юрист и уже более 23 лет работаю в сфере недвижимости. Досмотрите этот ролик до конца, потому что в нем я расскажу, как защитить себя при сдаче или найме квартиры в аренду. Обычно происходит так, стороны берут типовой договор из интернета на 4 листа, а там одна вода и банальные вещи. Например, пункты о том, что стороны имеют право расторгнуть договор или о том, что помещение должно быть пригодным для проживания, и так подразумеваются действующим законодательством. Зато о каких-то действительно важных нюансах люди забывают или даже стесняются говорить об этом друг с другом. В договоре должно быть зафиксировано все то, что стороны обсудили на словах, в том числе, как часто владелец может проверять сохранность жилья и имущества, сколько человек будут проживать, можно ли заселиться с домашним питомцем, разрешается ли оформить временную регистрацию, какими будут санкции в случае нарушения условий. И это лишь часть возможных пунктов документа. Я как юрист советую делать опись имущества и уточнить в договоре все финансовые вопросы. Кто, когда, кому и сколько заплатит. Перед тем, как подписать договор, советую сторонам проверить друг друга. Арендатору стоит убедиться, что он имеет дело с человеком, который вправе сдавать эту квартиру. Если это собственное помещение, то у него должен быть документ, а если риэлтор, то доверенность, подписанная собственником. Типичная схема, когда мошенники снимают квартиру в аренду, а потом под видом риэлторов пересдают ее другим. Их задача сдать объект как можно большему числу людей и взять с них оплату. Для убедительности они могут дать взамен ключи и фальшивый договор аренды. А потом все арендаторы собираются вокруг квартиры, чтобы выяснить, кто же на самом деле имеет право на заселение. Арендаторов должна насторожить также слишком низкая цена. Аферисты могут публиковать заманчивые объявления в сети с эффективными фотографиями. А как только получат звонок от будущих квартиросъемщиков, требуют перевести аванс и после его получения перестают выходить на связь. И, к сожалению, я нередко встречаю на практике таких людей, которые переводят непонятно кому 5000 рублей в качестве предоплаты за аренду. Чтобы проверить перед заключением договора арендатора, кроме паспорта, можно поинтересоваться страничкой в соцсетях. Много ценной информации о человеке можно получить с помощью сайтов Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы, сайта арбитражного суда и суда общей юрисдикции. Например, станет ясно, не признан ли арендатор банкротом. С вами был юрист-эксперт недвижимости Евгений Корсакин. Не забудьте на меня подписаться, чтобы не пропустить следующие видео. Если было полезно, заряжайте лайк. Увидимся в новом ролике.